Рынок Итак, рынок – это механизм, сводящий воедино потребителей и производителей. И тех, и других, как правило, достаточно много, чтобы считать, что каждый из них никак не влияет на рыночное равновесие. Ситуации монополии и стратегического взаимодействия олигополистов оставим на потом. Начнем изучение рынка с простого численного примера. Рассмотрим некоторого покупателя, который приобретает в магазине йогурт, реагируя при этом на цену. По цене 25 рублей потребитель приобретает ежедневно по одной упаковке йогурта, употребляя ее на завтрак. Что происходит, если цена снизится до 20? Рационально действующий потребитель станет покупать две упаковки, например, заменив вторым йогуртом, употребляемый прежде, бутерброд сыром. При увеличении цены до 30 потребитель станет есть его через день. Среднее потребление составит 0,5 упаковки в день, а до 40 рублей – только раз в 10 дней. Среднее потребление этого относительно дорогого товара станет равно 0,1 упаковки в день. По 50 рублей покупки вообще не осуществляются. Кстати, последнее не означает, что потребитель полностью откажется от данного вида продукции. Скорее всего, он просто перейдет на йогурты конкурента, не задирающего цену. Указанную зависимость представим на слайде. Потребление отдельно взятого человека для фирмы малозначимо, даже если тот каждый день утром питается йогуртом. Однако таких репрезентативных покупателей может быть много. Допустим, в данном магазине их тысяча. Тогда по 20 рублей будет продаваться 2 тысячи упаковок в день, а по 40 рублей – 100. И это уже значимые для магазина объемы. Более того, несмотря на то, что в реальности нет репрезентативных покупателей, каждый чем-то отличается по предпочтениям от других, их суммарный спрос может быть оценен даже более точно. Отдельный покупатель, увидев цену 20 рублей, может в определенный день вместо двух упаковок купить целых 10, чтобы на следующей неделе вообще не покупать. Но вряд ли так поступят все. Аналогично, если кто-то из постоянных клиентов может отказаться от покупки, но другой человек, никогда не являющийся ценителем данного продукта, под влиянием случая, может пожелать попробовать. Усреднение приводит к тому, что рыночный спрос прогнозируется с куда меньшей относительной погрешностью, чем индивидуальный, и именно с ним мы будем работать в дальнейшем. Отложим все представленные в таблице точки на графике и соединим их плавной кривой. Полученная картинка демонстрирует нам кривую спроса. По оси абсцисс будем откладывать цену, обозначаемую английской буквой P, от слова price, а по оси ординат – объема продаж, от английского quantity. Заметим, что чаще в экономических учебниках этот график встречается в обратных координатах, когда аргументом выступает объем продаж, а функция является цена. Более того, обратные координаты имеют свой экономический смысл, до которого мы найдем еще в конце данного модуля. Но главное понимать, что функция спроса является зависимостью между двумя переменными – ценой и объемом продаж, и любая из них может быть выражена через другую в зависимости от того, как удобнее исследовать. Обозначается спрос буквой D от английского слова demand. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...